Доброй ночи! 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 Гвард. Ну, посмотрим. Давайте переключимся на графики. И на графики, а на статистику крипов. 4-1. Пока что идет у нас Эмбер Спирит. Год пока что отстает. Ну, это опять же первые пачки крипов. Тут, собственно, ничего не считается. Матумба Мэн разменивается у нас с БЗЗ. БЗЗ пошел у нас спреем поливать Матумба Мэна. Зацепили Жотма. Жотм старается кого-то забайтить на себя и вообще как-то раскатить. Ну, Жотм ловит еще один удар от Буги. Умирает у нас Жотм. И сразу за ним умирает умирает Скайрос Мак. Погоня за Матумба Мэном. Матумба Мэн забрал First Blood в данном файте. Один в один разменялись. В любом случае БЗЗ жив. Это хорошо для ВП. Но и Матумба Мэн тоже жив. И через несколько секунд будет вполне здоров. Юзает он Healing Self. И в принципе теперь Матумба Мэн фуловый. БЗЗ пока что банку не юзал. Через деревья решает восстановить здоровье. Валикс у нас по лесу не ходит. Валикс в принципе пока что я смотрю по крипам 5-1 у него всего счет. Но Эдануа вкачал на первом левеле. Второй скилл пока что не прокачан. Неужели пошел в плюсы Валикс? Нет. Меднайт Пульс все-таки прокачал Валикс. Все в принципе ровненько. Ну да. Какие статы. Все в принципе было понятно. Немножко завтыкал так. Выход у нас на Матумба Мэна. Стана нету. От Йола да и от Жотма тоже не прилетел. Стан в лицо Матумба Мэну. На подсейв здесь Буги. Ну Буги не такой уж серьезный подсейв. В общем-то у Матумба Мэна не лучший лайн. Это 100%. БЗЗ. Если по мане не будет проседать, то точно должен настрелять Джаггернауту. В принципе стоит со Бристлбеку гораздо проще, чем Джаггеру на данном лайне. Тем более есть кому харасить. У Йола достаточно большой рейндж по атаке. У Жотма достаточно уверенный стан. По мидлейну давайте разберемся. Год 9 на 6 идет. У Эмбер Спилита 11 на 2. Пока что Немфи немножко получше стоит. На сложной для команды Форэнкор Сэнси Кэптон у Трикси дела нормально. 9 на 4. У Клока практически так же. Седой 10 на 3. Стоит 11 на 4. Ну Седой немного перефармливает, но это практически не считается. Крутится у нас Матумба Мэн. Матумба Мэн может быть даже докрутился. Нет. Юзает стики. Каски полетели. БЗЗ забирает этот фраг. Матумба Мэн отправляется в таверну. Но отомстили за фёстблат Матумба Мэну. БЗЗ забрал фраг. Это прекрасно. 2. 0. 0. На данный момент у ВП на лёгкой. У Мейн Героя Мейн Керри Джаггер имеет 1. 1. 0. И гляньте, что по крипстату Джаггера. 4 на 3 у Матумба Мэна, а у БЗЗ в свою очередь 15 на 5. Я думаю, в плане выигранной линии вопрос прояснится. Ещё пара-тройка убийств со стороны команды Виртуз Про. И тогда Матумба явно проиграет этот лайн. И можно будет смело об этом заявлять. Буги здесь. Если б видел Эйданула, как бы неплохо Ёл мог бы касками развалить своего соперника. Валикс отправляется в лес. Эйданула достаточно для фарма. Так, здесь, в принципе, крипов есть. Отправится дальше фармить кучу. Ну, пока что у Валикса по деньгам всё в порядке. Солу ринг есть. 560 сверху. Посмотрим, куда будет выход. Трикси побежал у нас. Куда Трикси бежит? Трикси бежит, скорее всего, на Года. Будет, скорее всего, привязка. Так, ещё и сопли перелетели в Года. Чейны прошли. Через щиток очень сильно выжигают Года. Эмберспирит забирает этот фраг. И, скорее всего, ещё и Йола заберёт. Нет, скорее, Смак забирает Йола. Эмберспирит всего лишь один килл делает. Но этого тоже, этого достаточно для Немфи. Теперь Год не будет настолько уверенно себя чувствовать. Успел ли он что-то купить перед смертью? Кому принадлежит Боттл? Курица, возьми Боттл. Мы посмотрим. Чьи-то Бутсов Спид здесь лежат. Чьи-то Боттл Таунсов Портал. Я так понимаю, это всё принадлежит Году. Да, Год всё это забирает и отправляется фармить дальше. Бутылка есть, тапки есть. У Немфи бутылка, тапки. Райс Бенда нет, он и есть. Пурмэншилд. Начинается контроль рун у нас от Немфи. Шестой левел у него уже имеется. У Года тоже шестой левел есть. Стоунгейс есть. Если что, можно было бы и подраться. Врывается Немфи опять в Года. Опять пошёл наваливать по спине Медузи. Не очень приятно Году стоять. Тем более, здесь нереально сильно Флеймгвард жжёт. Тем более, это ранний левел А. Опять разгон на Года. Кто у нас бежит? Конечно же, у нас бежит Трикси. Джаггернаут тем временем убивает у нас Свитч Доктора. Погоня здесь. Так, у нас отменилась погоня за Медузой. Можем наблюдать данную драку. Погибает у нас уже Жот. Погибает Йол. Безезе пошёл наваливать. Сразу двоим. Бежит. Спреем поливает. Очень неплохо. Валикс у нас проседает. Надо вываливать Матумба Мэна назад под фонтан. Келлинг Спре от Безезе и ещё и Буги прокликивают здесь. Я вижу, что погоня за ним будет. Седой очень вовремя пришёл. Забрал Энидму. По итогу файта 2 в 0. Ну, считая вот эти 2, конечно, да. 2 в 2, не 2 в 0. 5-4 становится счёт. Главное для команды Виртус Про то, что не умирает Безезе. Ну, на миде дела. Тоже относительно неплохо. Пришёл сюда Трикси. Трикси отсюда отправили. Немфи ушёл. Ну, на мфи, в отличие от Трикси, своим ходом отсюда ушёл. У Валикса постепенно начинает собираться Мека. Рингов Реген есть. Айрен Бренч есть. Скоро будет Хедреска. И дальше уже по списку. Оставили топ-лайн, я так понимаю, просто сражаться крипам. Какая-то бойня бомжей. Где герои? Непонятно. Так, у нас по ХП сильно проседает год. Год на миде. От кого проседает? Пока что непонятно. Видимо, от крипов у нас проседает год. У года 31 на 9. Наконец-то вышел он вперёд по крипстату по сравнению с Немфи. Ну и у года по Нетворцу. Давайте глянем, как дела. Ну, немного лучше. Всего лишь 100. Это практически не считается. Но, тем не менее, плюсик приятный для всех болельщиков команды Virtus.pro. У Матумба Мэна на лёгкой. Дела ой, как нелегко. Один тапок. Quilling Blade, Stout Shield и больше ничего. Матумба Мэн топ-6. Это мейн керри команды Forenker Sands и Кэптон. БЗЗ, в общем-то, его загнал. БЗЗ первый по фарму. Три пятьсот Нетворц у него и близко даже кто-то ну, близко даже никто не стоял. Немфи уступает. Уступает на 600 по голде. Год, в принципе, сразу же за Немфи идёт. У года появляются фазы. Есть Rise Band. Есть Боттл на Подхилл. Так, встреча у нас может быть между Йолом и Валиксом. Валикс здесь уже забирает руну. Я думаю, что можно попробовать забрать. Каски прилетели, но понятное дело, что каски в одного Энигму. Один раз ударили, немножко застанили и всё. Каски на этом закончились. Хотя я думаю, было представление у Йола, что может быть где-то здесь Эйденолы есть. И тогда действительно подольше постоял бы у нас Валикс. Матумба Мэн отправляется в лес. На лайне он понял, делать ему нечего и, по-моему, правильное решение. Потому что БЗЗ здесь сам выфармливает. Плюс Дэнай очень неплохой. 37 на 13. Ну, БЗЗ на первом месте. Год тоже отправляется на вторую позицию. Команда ВП пока что по фарму лучше. Нэмфи здесь. Нэмфи ловит каски. Каски на нём одном и останавливаются. Валикс подходит. У Валикса восьмой левел. Проюзал он проюзал БЛЭК ХОЛ. БЗЗ зажали. Убили также у нас Жотма. Убили Йола. Трикси сюда прибежал. Очень неприятная драка для команды Виртус ПРО. Но драка продолжается. Врывается седой Валикс. Валикс ответит. За этот БЛЭК ХОЛ рассыпается Валикс. Рассыпается Скайра Смак. БЗЗ мега киллстрик. Седова привязали. БЗЗ привязали. Лишь бы хотела ХП выжить. Нет. Не хватает. Во-первых, здесь Флэйм Гвард. Во-вторых, здесь Блейд Фьюри. Эмбер Спирит забирает один фраг. И один фраг отходит Матумба Мэну. Не самая удачная драка для ВП. Но они по-прежнему впереди 10-7. По Галде видим на 2000 изменения. По сути, это Тим Вайп. Не очень приятно. Да, это вообще неприятно. То, что не очень. Рассыпались ВП в данной драке. По Галде видим сразу же графики пошли в сторону Форенкер Сенси Кэптон. По экспириенсу та же история. Ну, в пятером умирать еще бы. Чего вы вообще хотели? Валикс имеет уже Баклер есть у него хедрес. И остается 600. Даже чуть менее 600 по Галде до Мекки. Десятая минута закончилась. Давайте по артефактам начальным пробежимся. Возможно, у кого-то что-то интересное вырисовывается. Рингов Аквила и Фейсбут сыток. Эмберс перед тем временем убивает у нас под вражеским Тауэром кого-то. И Эмберспирит погибает. БЗЗ забирает этот фраг. Хотя не номинально, а, конечно, косвенно, потому что фраг. Так, у нас Трикси застрял на хайграунде. Я думаю, Трикси на хайграунде останет. БЗЗ снизу стоит и просто спреем наваливает. Ну, Седой здесь разрядился неплохо. Батарея Саут проюзал, Коги проюзал, Трикси остался на месте. Бристалбэк забирает еще один фраг, но стрик мы уже сбили. 6-1-2 идет у нас БЗЗ. Мейн керри, еще раз напомню, команды Виртус Про. Он на первом месте по-прежнему по золоту 5200. Заработал за весь матч и на втором месте Эмберспирит 4000. Кто-то там писал, куда так фармить Эмберспирита. Пока что Эмберспирит вообще не накормленный. Посмотрите на артефакты, ФЗ, Аквила и больше ничего. 11-ая минута. Баттлфьюри пока что и не пахнет. Врыв у нас на Йола, но Йола на Эмфи должен разбирать. Да, разбирает. Стриков тоже нет. 4-1, но недавно у нас умирал Эмберспирит. 4-1-5. В общем-то в файтах участвует, но куда он свои деньги девает мне пока что не ясно. 4-600 Нетворс у него и у БЗЗ 6 с лишним уже Нетворс. Куда делал артефакты БЗЗ? А БЗЗ у нас банку выпивает. Вангвард имеется, есть Пауэртреттс и я думаю БЗЗ выйдет в ранний Кримзон Гвард. Хотя нет, появляется Огрклап и скорее всего БКБ появится. его дело. БЗЗ отправляется фармить вражеский лес. Так, у нас видят здесь Года. Бегут за ним крипы. А, это видит Года собственный курьер. Ну, Немфи заходит в спину Году. Будет привязка скорее всего по Году. Разгон у нас от Трикси. Здесь Йол, надо давать каски. Каски нормально прыгают. Сидой врывается сюда. Батареа саут провязал. Немфи проседает по ХП. Трикси проседает по ХП. У Йола до сих пор нет Дезварда. Развалили двоих. Эмбер Спирит у нас нет, Эмбер Спирит у нас не погиб. Куда Эмбер Спирит вообще улетел? Эмбер Спирит жив. В Трикси погибает два трупа со стороны команды Виртус Про. БЗЗ прибежал сюда подраться. Подраться БЗЗ не дали. Через чайные остался на месте команда Афрэнкер Сенси Кэптен отъезжает на свою половину. Два в два подрались в пользу Виртус Про. И по экспириенцию и по голде конечно не существенно, но тем не менее. Что-то уже летит Брестлу. Это 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 Огр Клаб для БЗЗ и Дальше все необходимое для урны. Так, БЗЗ нашли в лесу. Здесь есть Вижен в принципе от команды Форэнкер Сенси Кэптен. Немфи под Флэйм Гвардом дамажит БЗЗ. БЗЗ Йоу пытается подхилить своего тиммейта. Разгон у нас на БЗЗ. Будет ли бежать сюда Трикси? Да Трикси будет сюда бежать. Надо бы отойти. Нет, Трикси останавливается. В принципе надо бы уже понять что Вижен имеется. Не видел прокликивала ли команда ВП данную ситуацию. Но Вижен есть и как-то с этим надо бороться. Потому что ситуации будут повторяться. И сейчас это был БЗЗ у которого максимальный по-моему на карте пул по Хеллспоинтам. А когда это будет Йоу или когда это будет Жотм там разговор будет намного короче. Погоня у нас за Жотмом от Матумба Мэна. В принципе Жотм может уходить. Надо бежать отсюда. Ну здесь Буги. Притормозил у нас немножко Жотм разобрали его. Мистик Флеер полностью в себя впитывает Гот и Года тоже разбирают. Келлинг Спри у нас уже Немфи. И теперь у меня действительно вопрос куда так фармить Эмбер Спирита. Седой врывается у нас через Кукшот в Трикси. Опять Трикси для него оказался сладкой целью. Здесь стоит Хилингвард у Седого дела не так хорошо как раньше. Хилингвард очень круто контролится. Трикси хилится. Хилингвард какого левела? Первого левела но этого достаточно. Каски попадают в Трикси. Трикси разобрали. Дезвард у нас по Матумба Мэну. Ушел от Дезварда но от Матумба Мэна ой от БЗЗ здесь не уйти с Седым. Немфи также у нас бьется в Коге. Возможно и Немфи попытается зацепить Седой вместе с БЗЗ. Нет, Немфи отпускают. Так, тем временем выходит у нас Валикс на Т1 по Миду. Есть Блэк Холл. Имеется Блэк Холл. Год провязал Стоун Гейз погоня за Валиксом. Валикс должен погибать. Блэк Холл будет ли юзать? Свап у нас от Валикса. Блэк Холл можно по-троим провязать но бить-то некому. Валикс решил сэкономить данный нереально крутой спел и тем самым я думаю на следующую драку спас свою команду потому что терять Блэк Холл на ровном месте наверное нелепо. Вся команда Фрэнкер Сэнси Кэптен была очень далеко. 0 в 2 подрались по опыту 1000 по голде тоже чуть ну по-моему 1000 там и есть в плюсе. Давайте глянем графики 3000 экспириенс точнее 1000 экспириенс и 3000 по золоту впереди Фрэнкер Сэнси Кэптен. По артефактам пробежимся у Эмбер Спирита Клеймор есть остается еще порядка 2000 до Баттл Фьюри у Спирит Брейкера на котором интегривает Трикси есть урна есть рупу в вином больше по-моему ничего нет. Так смок провязала команда Форэнкер Сэнси Кэптен потом обсудим артефакты у нас более важные вещи здесь опять ходят по варду игроки ВП опять имеется Вижн врывается у нас в года моментально разобрали даже отменил Чарджи в Даркнес у нас Трикси просто переюзал скилл и им дал ульт в года Жотма тоже поймали Жотма привязывают здесь сопли летят в виде голубей спину Жотму Жотма забрали дабл килл от Буги Мистик Флэйром забрал года и потом Аркан Болтом разобрал еще и Жотма по голде 1300 по экспириенсу 1800 ВП эту каточку постепенно сливают да здесь Медуза здесь есть чем драться в лейте но здесь тоже есть чем драться в лейте Джаггернаут у него уже имеется Яша есть Мом есть Фейсбуцы Матумбомена оставили на нижнем лайне поформите Матумбомен времени не теряет перемещается на третью позицию по Нетворсу выход на Т2 разгон на Года сюда сразу же под сейф от Седова Седой прилетает надо освободить место для Хукшота будет ли Хукшот в Немфи надо в Трикси врываться да Седой врывается в Трикси проюзал у нас батарея саут Трикси точно будет разобран Трикси у нас погибает дальше у нас Год под прицелом Года высвапывает Джотм очень крутой мув от саппорта команды ВП Год продолжает погоню по Немфи у Немфи мало хеллс поинтов но у него ДД ну точнее монопоинтов мало но у него ДД и на 1 фист хватает БЗЗ тем временем Килинг Сприз за Немфи погони не организовали 3 в 0 подрались ВП а это уже лучше это уже приятнее смотреть полторы тысячи по золоту зарабатывают и три тысячи по экспириенсу и тоже 900 потеряли 4 анкас энд си кепт Немфи без маны Немфи должен уходить на базу у него 824 на руках а значит что-то в курице персик лежит у него в курице и всего после этих крипов я думаю порядка 200 останется до Бродсворда и собранного в Баттлфьюри 17 минута в общем-то не такой ранний Баттлфьюри но Эмбер Спирит на линии не лучшим образом фармил 7-1 когда уже у Эмбер Спирита и действительно так кормить данного персонажа по-моему опасно для здоровья всей команды Валикс у нас отправляется на топ Трикси у нас тоже на топе у Трикси пока что ничего нового нет вот 18 минут 17 секунд у Эмбер Спирита появляется Баттлфьюри ну фарм теперь пойдет немножко получше да и драки будут не настолько приятные для команды ВП У БЗЗ Кримзон Гвард не появился после Брод после Вангварда сразу же пошел в Сэнджин Яша уже 900 есть сверху может быть есть смысл Кримзон Гвард собрать куда у нас БЗЗ отправился БЗЗ нет маны отправился регенится команда ВП под своим Т2 здесь у нас Вижен на этот раз уже от ВП так подсвечивает Седой всех хукшот не точно не точно не рассчитал то куда Валикс будет направляться и Валикс неплохо завейдил своему вам хукшот так бы я думаю развалился бы быстро Энигма у Валикса есть Мека у Валикса вторым артефактом появляются Тревела удивительно но факт не Даггер а Тревела Джаггернаут Мом Сэнджин Яша постепенно собирается Яша имеется есть рецепт на Сэндж ну еще достаточно а ничего недостаточно у Матумбомена уже собранный Сэнджин Яша только осталось курьером себе его принести у Седова Блэйд Мэйл есть и Ставф Визадри значит скоро будет а скоро именно через 800 голды будет Форстаф у у Немфи что появляется пока что ничего 370 по голде привязка сразу троих и ушел отсюда Немфи на хосте нет никуда Немфи не ушел он будет драться надо только дождаться команды ну Немфи будет фармливать чужой лес какая в принципе ему разница у Валикса 1000 на руках у Буги Аркан Буц и Нул Талисман Джаггеру прилетает Сэнджин Яша БЗЗ выходит у нас на Рошана так прокликали у нас по Немфи Немфи надо цеплять полетели каски туда но в принципе Ремнант есть активный Немфи отсюда улетает и улетает на мид иллюзия Трикси главное никакой ерунды в иллюзию не вкастовать видит у нас седой Трикси понимает скорее всего что это иллюзия потому что Смоук не спадает Смоук по моему был проюзан и по моему Смоук не спал Трикси контролит у нас Рошана но на Рошана все в принципе плевали пока что основная цель это драка увидели у нас здесь Трикси БЗЗ 1700 на руках пока что ничего нового седой варды разбивает здесь есть Центрик все хорошо по Вижену команда ВП контролит свой лес посмотрите достаточно много вардов но здесь большая часть Центрики конечно же стоят ну и обсервы только на рунах все эти варды кстати скоро закончатся кто у нас за варды отвечает так Эмбер Спирит у нас тем временем делает мега килл Эмбер Спирита постарались разобрать он на ремнант у нас отправился просто убил Жотма на секрет шопе так Седой у нас ловит Матумба Мэна в Коге и Матумба Мэна разбирают очень быстро Йол БЗЗ Седой под Блэйдмейлом смог немного дамаги ну достаточно много дамаги конечно же нанести Джаггернауту Джаггер развалился 20 на 18 но у нас драки по всей карте экшена достаточно комментировать интересно смотреть я надеюсь тоже у Трикси Огр Клап имеется пока что больше ничего 930 на руках у Эмбер Спирита 1400 на руках ничего нового не появляется у Буги ну у Талисман Арканы тоже ерунда какая-то у Энигмы Форстаф постепенно вырисовываются в общем-то все уже на Форстаф есть осталось одного крипа но все деньги на Форстаф имеются Форстаф куплен ну и Джаггернаут после Сенжин Яша 1400 себе заработал у команды ВП что угода угода какая-то беда по-моему что угода в курице угода в курице тоже ничего год печали полнейшей 1-5-3 счет у него на 22 минуте у него Яша Фейсбутс и Аквила это время команда Виртус Про без года год не приглашен на этот праздник жизни год отправляется у нас в мид ну и попытается я так понимаю что-то отцейвить по топу забирают у нас БЗЗ Аегис у него уже есть Хипперстоун выход готовится в Керасу действительно надо и выйдет такое количество физдамаги которая вливается от Джаггернаута от Эмберспирита от Спиритбрейкера в принципе немножко щекотливая ситуация касательно ВП потому что через минут 15 когда у Эмберспирита будет чем бить пока что Баттлфьюри есть но это практически ничего для Эмберспирита уже появляется Кристалис когда здесь будет Дайдалус и еще что-то из артефактов будет не очень приятно сражаться лейты как таковой немного Бристлбэк у нас одевается в лейт но скоро спреем Бристлбэк не будет так сильно наваливать как на данном этапе ну и то что есть у него по ХП то что у него есть по Дефу это тоже скоро станет ничем но для Эмберспирита так точно мы прекрасно понимаем что через Фист Эмберспирит класть вообще хотел на любой но любой спрей который вылетает из БЗЗ разгон от Трикси на Крипа видимо был разгон на БЗЗ но немножко Трикси промазал по артефактам Плейтмейл появляется у БЗЗ имеется уже деньги на Чейнмейл осталось на рецепт нафармить Валикс Форстав ну и все что было ранее только 1000 по золоту сверху нормальный такой бонус посмотрите что по золоту по золоту на первом месте БЗЗ на втором и на третьем месте в принципе делят между собой второе место на Эмфьема Тумба Мэн разница там ничтожная ну и дальше уже год разместился у Года наконец-то появляется первый серьезный артефакт Манта Стайл у Трикси 2 100 на руках Трикси пока что без ничего разгон на Года будет ли влетать еще здесь да здесь есть Валикс Года поймали Миднайт Пульс пошел бьется об Коги Валикс Стоунгейс провязала Медуза нет смысла юзать Блэк Хол и не совсем удачный врыв от команды Форэнкер Сэн Сик Кептон через Дезвард Йол смог разобрать Трикси на запчасти и это было реально больно где вся команда была в это время непонятно у нас здесь был Энигма Энигма понял что в эту драку лучше не ввязываться я думаю он так и сказал Трикси Трикси это не моя война но Трикси у нас спал на поле боя через 20 секунд восстановится 25 минут 30 секунд сыграли счет 20-19 по экшену недостатка я пока не чувствую не знаю как вы у Асаутки раз уже у БЗЗ у БЗЗ по прежнему первый Нетворс на карте хотя Матумба Мэн ушел в глубочайший фарм и постепенно догоняет Бристлбека менее тысячи уже разделяет двух этих ребят у кого у нас Сейджис кто его носит у Бристлбека у Бристлбека через 2 минуты он соответственно пропадет может быть есть смысл навязать драку пока данный чудесный артефакт лежит в итембилде БЗЗ Кукурер ему несет Керасу Сенжин Яша есть так Седой у нас в Коге пытается закрыться не хочет он драться с Немфи и правильно делает что не хочет разгон от Трикси в Седого ну должен Трикси понимать что Седой там не один Вижен был и Жот отогнал Трикси как бы это удивительно не звучало одним своим присутствием у Немфи Кристалис есть Баттл Фьюри есть и 2400 на руках Т2 у команды ВП давным-давно упала где у нас Медуза по ХП проседает на легкой линии на сложной линии Медуза отпушивает с хайграунда крипов у команды пока что затихли драк как таковых нет Рикси маломальские спринты творит и по большому счету экшен на этом останавливается давайте глянем графики 5000 с плюсом у Форенкерсен Смэш и 1000 по экспириенсу можно драться на 27 минуте не так много один удачный файт все это можно отковырять ну максимум два удачных файта у БЗЗ Керас у БЗЗ 1000 сверху после Керасы Матумба Мэн Ultimate Орб уже имеет и покупает еще один как я понимаю а у него уже есть Point Booster и есть Орбов Вино Скади собран для Матумба Мэна разгон у нас в БЗЗ я бы на его месте делал ТП Аут но тут ТП Аут не сделаешь хотя есть Эйджис можно драться Седой здесь Седого ульты пока что нет Рикси развернулся отправился в свою сторону выход на Т1 по МИДу неужели до сих пор стоит Т1 да 27 минута Т1 Т1 разве он один здесь еще и на топе Т1 продолжает у команды Форенкер Сенси Кэптан стоять заход в бок от команды от команды 4 якоря и драка не состоялась а могла бы быть интересной в принципе можно было в Блэкхолл поймать всех но у Валикса не хватило я так понимаю духу ворваться ну или может хватило здравого рассудка Джаггер Айов Скади уже приносит себе Джаггер начинает очень больно бить криты приличные уже вылетают от Матумба Мэна ну здесь команды опять затихли опять отходят на свою половину игра у нас становится как я понимаю не самой динамичной так у нас ерундистика пошла в чате спасибо большое немножко подбодрили под конец данного игрового дня так БЗЗ у нас высвапывается за счет Джотма Миднайт Пульс лежит Джотм 100% умирает БЗЗ тоже умирает куда ворвался Седой непонятно Седой ворвался сразу же на тот свет Седой провязал Блэйд Мэйл но тут дамаги нереальное количество Нэмфи Unstoppable минус 3 для команды For Энкос NC Кэптон 2000 по голде и еще минус 300 минус 1300 от ВП по золоту здесь поднялись и за 5 хорошо перешагнет порядка 8000 будет преимущество также Тауэр упал короче говоря к десяткам Форенкер Сэнси Кэптон должны подняться выкупается у нас Седой будет ли Седой врываться ульты пока нет у Седого можно хотя бы Когами попытаться всю эту кампанию разогнать у Валикса по-прежнему имеется имеется Блэк Холл так Мистик Флеер полностью в себя впитывает Гот Блэк Холл высвапывает у нас Валикса Блэк Холл как жестко валит Дезвард Дезвард разваливает у нас Эниггум Матумба Мэн старается отсюда уйти Седой Седой если бы видел ворвался бы но здесь удачно за одним деревом спрятался Джаггернаут но вот ну вот же гем вот же гем вернись Седой не спрятаться от Седова в любом случае Скайрес Маку было так Седой должен найти гем видит гем будет ли прокликивать ну сам стоит посмотрел на гем в принципе здесь есть кому забрать Ёл вообще ходит голый у него один тапок и Аганим чтобы прикрыть срамоту Вич Доктор в принципе все что надо Вич Доктору иметь он имел сейчас Аганим этот поимел половину команды Форенкерс НС Кэптон на хайграунд первый заход обломался и команда ВП я думаю какую-то уверенность да почувствовала графики останавливаются по золоту по экспириенсу направляются вниз куда у нас Трикси бежит Трикси бежит в никуда действительно путь в никуда потому что там была вся команда ВП Трикси разобрали бы на молекулы за считанные секунды у Джаггернаута появляется Джевелин есть уже Белт оф Стрэндж и остается всего лишь 630 до до Башера у Валикса нет по-прежнему Даггера и я так понимаю не будет Бладстоун покупает Валикс Энигма с Бладстоуном я так понимаю время удивлять у нас в заполуночной доте у Джаггернаута мы уже видели что у нас у Джаггернаута Год имеет Ultimate Orp есть у него Point Booster и Курица несет еще один Ultimate Orp ну осталось Орпов Веном зачем Курица летит и Камон а на Кьолу летит у Года в принципе на Орпов Веном деньги накопились Год сейчас будет с Кади это уже получше у Года 1,5,4 если в прошлой катке он чуть ли не в соло разбирал всю команду 4 Anchors Сэнси Кэптон то в данной катке Год терпит ну ничего пока Год терпит БЗЗ хоть какие-то фраги себе насобирал так Ремнан здесь прилетает понятно сразу где команда ВП если что у Валикса имеется Midnight Pulse нет Black Hole очень крутые Коги поставил Седой Трикси одного здесь закрыли Седого скорее всего развалят нет Седой у нас Седой по-прежнему жив нет Седой умирает БЗЗ тоже у нас умирает но здесь Джаггернаут начинает творить адские чудеса Джаггер уходит у нас здесь Рошан упал у кого же Рошан я толком не увидел погоня за Валиксом Год Год сейчас огребет от Матумба Мэна 100% здесь Йоу на лоу ХП каски летают пока что Год расстреливает Год может расстрелять их нет улетает Эмбер Спирит на лоу ХП потом посмотрим сколько Эмбер Спирит улетает какие крутые были каски не дотикал Джаггернаут и Эмбер Спирит по-прежнему остается живым очень надамаженным но живым не очень удачный файт в конце могло бы быть совершенно круто для команды ВП ну Год теряет Эйджис через Миднайт Пульс и все теперь вопрос с Рошановым Сердцем снимается с повестки дня у Года 1600 на руках 3-5-4 становится счет а мог бы быть 5-5-4 это мог бы быть ультра-кил от Года это действительно было бы интересно давайте по артефактам пробежимся у БЗЗ тысячам после 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 что он последним собирал Саутки раз собирал у нас БЗЗ в курице ничего у БЗЗ не лежит у Клока Блэйдмейл 1200 на руках надо выходить в Аганим у Йола тоже ничего после Аганима 900 на руках и у Жотма у Жотма Транквилы и у Жотма все что необходимо иметь Жотму на саппорте Варды Смок Девардинг и Мэджик Вонд это уже как получится по ситуации ситуация к этому располагает Трикси у нас бегает с Блэк Кинг Баром есть у него Урнув Шадоус у Джаггернаута по-моему там вообще дела сумасшедшие идут 1300 после Башера Матумба Мэн становится вообще неугомонным у Эмбер Спирита Дайдалус и Кристаллис сверху критовали критовали да не вы критовали Нэмфи я так понимаю собирается с одного удара разваливать всю команду посмотрим в любом случае контроль имеется через Клока через Каски через опять же Стоунгейс если вдруг Эмбер Спирит попадет в него но в любом случае какой-то контроль еще нужен здесь бы Хекс вообще не помешал команде Виртус Про потому что Винга одна одним станом не вывозит а поймать просто так Эмбер Спирита все прекрасно понимаете невозможно Нэмфи пошел у нас фармить уже леса давайте глянем графики 10 плюс от Форенкер Сенси Кэптон и 6 с плюсом от них же по экспириенсу Год гуляет по реке не знаю стоит ли так делать отправляется он на легкую пропушить по-прежнему стоит Т1 у команды короче говоря вы поняли 4 якоря мне уже устал от этого английского языка так у меня примерно все и получается Матумба Мэн здесь и он ждет Года я так понимаю на свидание Год не спешит а Матумба Мэн готов я думаю в соло разобрать Медузу перефарм действительно у Матумбы повыше уже но тут по артефактам действительно ситуация классная плюс понимаем прекрасно в соло встречаться с Джаггернаутом подобно смерти даже для Медузы команда ВП отправляется на топ год отправляется и команда ВП тоже здесь у Седова появляется Гёст Септер у Йола собственно ничего 1200 есть что Йолу собирать ну Йолу начинает собирать Хекс понятное дело это перебор но пока что деньги есть какие-то пусть копятся в общем-то курс не растет все нормально у БЗЗ 2000 на руках имеется после тех же артефактов которые я озвучивал озвучивать второй раз их уже не буду у Трикси 1500 и Скайрос Мак у нас 580 ну все те же бомжи артефакты урна арканы и нул талисман так у нас здесь поймали БЗЗ медной пульс разгон здесь БЗЗ отъезжает без вообще без сопротивления разобрали БЗЗ очень быстро игроки команды 4 anchors NC captain и я так понимаю будет заход на хайграунд без БЗЗ драться сложно БЗЗ если байбэк нет 12 секунд остается а после в принципе будет байбэк ну можно будет дефать 6 секунд до байбэка БЗЗ пока у нас драка ни с кем как я понимаю где у нас год это иллюзия это просто иллюзия я уже испугался что года разбирают потому что там сплитшоты летели было похоже на то что года убивают так байбэк у Бристлбэка имеется БЗЗ должен выкупаться иначе мид просто упадет стонгейс тоже у медузы есть можно биться физдэмэдж влетит нормально если все попадут под стонгейс здесь форстаф у Валикса значит врыва толком не будет у Валикса кстати Бладстоун уже 12 зарядов имеет здесь также хилингвард мана регенится хп регенится попробуй забери вообще всю эту компанию год у нас сбрасывает себя сайленс манта стайл провязал фисты нет иллюзий очень просто один клик нет иллюзий от года но команда 4 anchors сэнси кэптон труханула и отправилась в чужой лес Валикс здесь решил еще пофармить как будто ему мало давайте по нотворцу глянем 20 тысяч на данный момент у джаггернаута и след за ним уже год год наконец-то вышел на вменяемые позиции обогнал БЗЗ обогнал эмберспирита это хорошо но эмберспирит по-моему дамажит посильнее чем год у года нет линки по мани не так много да и по статам в общем-то есть скади немножко статы с манта стайла линка была бы явно здесь не лишней с другой стороны если будет баттерфляй то и то будет неплохо в общем-то можно будет как-то и от спиритбрейкера баши и вейдить и вообще чувствовать себя немного комфортней тут тимфарм как я понимаю от команды вп они немного зажались на своей половине форенкерсен си кептен гуляют по чужому лесу как у себя дома ремнант отправляет у нас в лес отправляет у нас в лес немфи он пока что 1400 имеет но у него два дайдалуса с руки 350 у эмбер спирита криты понимаете сами чокнутого масштаба вылетают я думаю следующий артефакт будет баттл фьюри или может это будет третий дайдалус это вообще тогда легкая наркомания начнется ну криты вылетают криты вылетают нормальные 856 с руки и свиста 400 с чем-то 859 крит за критом но это крит по машинкам если такой крит будет по персонажам вп я думаю ёл и жотм рассыпятся моментально так трикси у нас здесь погиб орвались трикси дезварт поставил у нас ёлт забрали одного трикси будем повтор смыть нет повтор я включать не буду потому что два раза за сегодня дота уже упала а в данной стадии игры на 40 минуте перезагружаться это было бы вообще нелепо и в чате я думаю у меня бы лицо сгорело от прочитанных сообщений год выходит у нас с хайграунда у него есть баттерфляж у года дела намного лучше стали чем были ранее жотм у нас забирает скайрос мага где это сделали это сделали под своим хайграундом что здесь сделал скайрос маг непонятно как я понимаю обычно через вейвов террор через медальон и через стан забрали скайрос мага 877 у данного персонажа на руках новых артефактов нету энигмы 2000 может быть форстаф продать даггер купить ну а может и нет смысла в принципе дезвард то валит все равно и будет валить с аганимом по всем целям значит и валиксу сбивать а даггер ворваться толком не получится джаггер покупает себе абисалт блейд это все после конченного количества артефактов вообще сумасшедшего с руки у джаггера уже 200 даже 300 да порядка 300 с руки критов в принципе покупать нет смысла понимаем прекрасно что здесь встроенные криты которые достаточно часто под момом вылетают но вп провязали смок вп хотят забрать кого-то в мите я так понимаю байтят на года есть смысл есть смысл год скорее всего будет на себя байтить здесь с бзз слетает смок седой по прежнему под смоком а может на бзз смока и не было жотм здесь у жотма по артефактам вообще беда 1000 хп сколько это ударов полтора или 0.75 ударов от эмбер спирита не знаю посмотрим если крит пройдет то жотм не жилет 100 процентов но жотму надо держаться как можно дальше его цель высвапнуть энигму когда тот будет вкастовать блэкхоллы пока что крутых блэкхоллов от валикса мы не видели так что покричать ну и кричать не очень хочется конечно когда вп разваливает но если такие шоу таймовые спилы будут юзаться конечно чего б не покричать счет 28-25 игра становится менее динамичной менее 10 по голде и менее 15 по экспириенсу впереди форенкерсен си кептон трикси останавливается у нас на меде можно забрать его а можно пойти подраться на рохе врывается у нас седой седой моментально разбирает немфи немфи на лоу хп уходит отсюда дезвард обалденная позиция от йола дезвард ввалил матумбомена но здесь под хеллингвардом по прежнему живы все бзз ловит у нас абисалтблейд съел сыр бзз у кого был аэгис я не смотрел пошел наваливать год охренительные каски вообще от йола ловят у нас валикса ловят у нас всех вот у кого был вот у кого был аэгис уже нет ульты у матумбомена и нет хп у матумбомена он умирает йолт себя высвапивает через фисты забирает у нас немфи йола но что важнее всего умер джаггернаут эмбер спирит почему эмбер спирит фуловый одну секундочку файт рекап покажите нет эмбер спирит не умирал и не выкупался у немфи все в порядке да у немфи действительно все в порядке почему он фуловый я не очень понял но как-то выхилился видимо хилингвардом потому что ушел на полнейших соплях он из логова Рошана седой очень круто там валил и под блейдмейлом действительно рассказал и джаггернауту и немфи как надо играть в доту у трикси появляется хипперстоун трикси у нас выходит в позднюю керасу безусловно 42 минуты у нас сыграно и это по человеческому времени по моему лет 60 уже у медузы 5400 на руках году нужно покупать что-то что-то например мьолнир тот же году в принципе можно покупать что-то и вменяемое потому что джаггер я так понимаю скоро пойдет в бабочку хотя нет наверное не поймет ну можно покупать мкб а можно в принципе выйти в рапиру это было бы интересно хотя нету так демонетч у нас покупает год 3400 у него на руках продает у нас год аквилу 3900 на руках у года барабанная дробь все затаили дыхание 3900 пока год оставляет у себя на руках демонетч есть и есть шанс что год у нас направляется в тот самый артефакт это будет действительно интересно и битва из обычной перерастает в эпическую у года 1100 на руках а значит летит ему доедалус да просмотрел я этот момент ну казалось вот-вот уже вот-вот-вот ну понятно что для нас это шоу а для года предсмерти это кошмар и ужас ну и вообще не только для года а для всей команды вп разумеется в руки хоть к скайросмагу в руки дать рапиру тут уже минус 1 у эмбер спирита появляется манки кинг бар и все что недавно появилось у медузы я конечно же говорю о баттерфляй становится бесполезным теперь эмбер спирита мне кажется первым нужно фокусить на джаггера можно будет и подзабить первое время 30-28 форенкершен смеш на 10 тысяч выигрывают ну по большому счету это ничего 6 с плюсом по экспириенсу 44 минуты 30 секунд катка действительно интересная 30-28 счет по байбекам видим есть у аликса есть у вп со стороны бзз и у трикси опять же со стороны форенкерс нс кэптон по нетворцу давайте глянем что да как год на первом месте но это медуза на 45 минуте какие вообще вопросы год выбирается на первое место но не сильно он опережает матумба мэна в матумба мэне сконцентрировано очень много золота но как-то по артефактам честно говоря очень много вопросов да здесь вот этот артефакт дорогой вот этот артефакт дорогой и вот этот у года все 4 дорогие у матумба мэна немножко посопливее артефакты я конечно же говорю о блинк даггере и о фейсбутцах ну и мом тоже недорогого стоит ну в любом случае против джаггера драться неприятно такие ребята как Йол и Жотм рассыпаются вообще в мгновение ока матумба мэн заходит у нас на хайграунд сюда у нас ТП от Года Год пока стонг есть не юзает через сплит шот просто разваливает крипов здесь голые бараки надо их дефать БЗЗ прилетает сюда дефать у БЗЗ 4.700 на руках и появился скул башер вот в принципе первый контроль для команды так куда у нас куда ворвался у нас Седой Седой в никуда ворвался матумба мэн заивейдил ну не заивейдил а просто увернулся от кукшота от Седого у Седого тоже очень мало хп Седома бы сюда какую-то вменяемую ерунду на хп например Тараску ого сколько я захотел но тем не менее по хп 1800 что толку от блейдмейла непонятно 1800 у Джаггернаута 2900 ему на этот блейдмейл честно говоря фиолетово тем более под Момом что-то все равно отъедается у БЗЗ 5.300 по прежнему на руках скул башер имеется надо выходить в Абисал и стараться контролить Эмберспирита и Джаггернаута 2700 у Немфи на руках у Немфи много всего привязали у нас БЗЗ сюда же летит Энигма Энигма готов поймать БЗЗ БЗЗ высвапывают надо выхиливать Йол надо выхиливать выталкивают БЗЗ как можно дальше Трикси прилетает в спину Трикси поздно очень поздно хукшот от Седого Мистик Флеер и у нас в принципе никчемная никчемная вполне себе никчемная Блэкхол от Валикс Год жив можно драться убивают у нас Валикса но здесь Матумба Мэн жив БЗЗ выкупается возвращается в файт где у нас Матумба Мэн Матумба Мэн в это время на базе развлекает команду Виртус Про Год жив у Года пока что все нормально БЗЗ опять в него разгоняется Трикси опять дамажит тут Рикси ульты нет но здесь не отпускают у нас БЗЗ БЗЗ выкупался его не будет 115 секунд Году надо хилиться и стараться хотя бы в одно лицо но хоть как-то отдефать стороны здесь Матумба Мэн 28 секунд до хилингварда но и от крипов нормально отъедается в принципе уже сейчас будет фуловый без омни слэша правда ну Абисал Блейд есть Матумба Мэн уже и с руки очень неплохо бьет прилетает сюда Валикс Валикс погибал Валикс байбэкнулся 35-29 можно драться надо смотреть что по байбэкам у Медузы есть байбэк у Медузы 4300 на руках у Трикси есть байбэк дальше у Джаггернаута и Эмберспирита ну Медуза стоит пока что стоит а пока стоит Медуза стоит и топ лейн команды Virtus.pro разумеется я говорю о том топ лейн который на хэкграунде так высвопнули Матумба Мэна Матумба Мэн у нас крутится а значит можно пытаться его бить Седой врывается сюда Коги ставит врывается Седой в Матумба Мэна еще 25 секунд не будет ульты но здесь под Миднайт Пульсом очень больно Году всего лишь один несчастный спелл такой как Миднайт Пульс и Валикс разбивает лицо еще повторно и Седому на лоу ХП у нас год год уходит под Фонтан хилится падает Мид команды Virtus.pro низ бараки стоят пока что стоит Т3 на топе но это опять же пока что минус 4 просто нет байбеков ни у кого кроме года нет байбеков но год то жив году байбек не нужен так драка продолжается Немфи просто привязывает года и здесь Матумба Мэн начинает наваливать ульта пошла в года все в иллюзии практически уходит Миднайт Пульс здесь под Сайленсом год года разбирают год байбекаться будет да год будет байбекаться здесь Немфи без маны практически команда Форенкерсен Си Кептон год здесь и ловит Абисал Бейт сразу же все развалили года это конец игры сто процентов потому что драться больше будет некому очень долго бьют года здесь есть и промахи здесь все есть но пятером одного года запинать небольшая проблема для команды Форенкерсен Си Кептон Жотм у нас падает БЗЗ у нас падает остальные все по-прежнему в бараках падает одна сторона падает мид и падает ботом от команды команды Виртус Про это Джи Джи написала у нас Виртус Про мы поздравляем Форенкерсен Си Кептон с победой в данном матче по итогу противостояния Бестов 2 1 в 1 коллективы сразились по одному поинту зарабатывают а там уже по таблице в общем-то изменений между собой нет ну в любом случае какие-то баллы заработали поздравляем ВП с одной хотя бы но победой в данной катке Форенкерс тоже нашли чем ответить нормально реализовали свой пик это было действительно интересно теперь по событиям завтра завтра у нас если я не ошибаюсь европейская лига европейская группа Джоин Дота MLG Pro League анонс появится немножко позже анонс также появится в группе ВКонтакте не забывайте заходить туда и подписывайтесь в принципе что вам стоит там появляются анонсы там появляются видеоролики на предстоящие матчи там же в скором времени появятся новые рубрики и интересные программы ну это будет немного попозже пока что интересная Дота еще раз напомню это студия Игрокам ТВ у микрофона друг пишите звоните добавляйтесь друзья заходите в группу задавайте свои вопросы получайте интересные ответы все очень просто на данный момент мы заканчиваем наш игровой день по-моему до хрена часов стрима у меня уже было но не так много как вчера и к счастью не так мало как будет завтра все в общем закончили много слов времени уже действительно достаточно мы провели вместе пора и расставаться меньше играйте в доту больше читайте книг услышимся уже завтра predictка измен нужно пока хочу Субтитры создавал DimaTorzok